Покровская То есть посвящена тому же, что и Покровский собор, храм Василия Блаженного в Москве И это сейчас главная церковь, то есть капитальный собор в городе Построена она в память о военнослужащих Гродненского гарнизона, которые погибли в русско-японскую войну в 1904-1905 годах А церковь построена в 1907, в псевдорусском стиле Там множество украшений, карнизов, несколько куполов, внутри красивые печи Там же сейчас доски в память вот об этих военнослужащих, погибших в 1905 году И в память афганцев, которые погибли в 80-е годы И сейчас она тоже считается гарнизонным храмом, военные ее опекают Никогда она не закрывалась ни за польским часом, ни в советские времена В 1939 году, когда было восстание против польской власти, то последние повстанцы забаррикадировались в ней И польские офицеры выбивали их уже отсюда А потом уже польская молодежь, скауты, гимназисты забаррикадировались вот в этом здании И уже отбивались от советских войск Часть из них погибла в бою, а часть потом взяли в плен и за железнодорожным вокзалом расстреляли А вот то здание, это уже пристройка в советских времен 70-х годов В свое время это был самый большой зрительный зал во всем Гродно Сюда приезжали крупные театры, цирки, устраивали представления Вот это большое здание, целый комплекс зданий Здесь тоже были всякие заведения Тут была и чайная, и плюк железнодорожников, и еврейский политический дом Потом в советское время квартиры, вот здесь была очень лавка А сейчас отдали этот дом церкви Сейчас здесь квартиры священников, библиотека, детская, вечерняя, точнее воскресная школа Ну и вот церковная лавка Нередко сюда приезжает большой грузовик из московской патриархии Софрина привозит свечи, иконы и всякие прочие богослужебные предметы Вот тоже здание конца 19 века В советское время здесь был дом учителя Дом технической творчества молодежи Здесь во дворе ездили карты, маленькие машинки Рев был на всю улицу Ну а в 70-х годах установили вот такое панно наука В центре женщина с книгой олицетворяет науку И слева видны современные ученые Вон там дама с микроскопом, некий человек с колбой Космонавт, вон там ученый с атомом А справа древние ученые Вот я думаю внизу Галилей сидит с земным шаром Там, наверное, Платон с Аристотелем беседует А выше наш белорусский печатник с Карина Вон он с пером А над ним Коперник с солнышком Памятник Богоматери Да, поскольку храм покрова Божией Матери Вот здесь поставлена Богоматерь со своим покровом А вот там маленькая церковь построена в 90-х годах Прошлого века И эта церковь в честь княгини Ольги И она считается детской То есть там более такие короткие службы Там опять-таки детей крестят И там часть подсобных помещений То есть комнат шарфов на шарфичный клуб А у остальных просто жилые квартиры Но такая очень своеобразная форма Вот такие красивые деревянные консоли Фермы этого моста Были над железной дорогой То есть виадук над железной дорогой был Но его разобрали Потому что мост строили в новой конструкции А эти фермы привезли сюда И вот на них проложили мост Я еще помню, как их возили на огромном прицепе Он занимал всю улицу Там двумя кранами сгружали, перетаскивали Но вот построили такой мост Все хорошее место, красивое здание Вот это интересное здание двухэтажное Построил его архитектор Сакко И вот имеется в виду, что вот он и сидит под ним на лавочке Его статуя Тоже он был приглашен в 18 веке И довольно много настроил здесь здания Вот это здание, вон там На площади театра Вот мы туда еще выйдем В общем Ну и себе тоже кирпичей на особнячок хватило Вот это был его личный дом Он был масоном И здесь общество масонов собиралось В конце 18-го, начале 19-го века В 19-м веке здесь была такая контора Которая занималась благотворительными делами С заботой о вдовах, сиротах До недавнего времени здесь был туберкулезный диспансер А впоследствии сейчас вот передали университету Называлось это место раньше, еще 100 лет назад Швейцарская долина Действительно здесь было место чем-то похоже на горный пейзаж Вот там был мост Ну, собственно, остатки его и сейчас еще видны То есть под ним протекала речка Городничанка Вот здесь вот была улица И дальше тоже была долина Сейчас вот это все место засыпано И сделана площадь Мы потом можем на нее выйти Мост построен где-то в середине 19-го века Вот такой кирпичной кладки И с тех пор и существовал Во Второй мировой войне Здесь погибли Те, кто погиб при освобождении Гродно Партизаны, подпольщики Сделал в том, что в этом здании был госпиталь И часть погибших солдат, умерших от ран, хоронили в парке А потом уже вот здесь сделали мотиву Сделал в парке В театре многие выдающиеся личности бывали В частности, Александр I Здесь же были различные собрания В частности, тут приветствовали Во время его приезда в Гродно Пилсудского Несколько таких торжественных собраний было Тут же собирались первые советы народных депутатов В 1939-1940 годах Там где-то, кстати, мемориальная доска с Богом Несколько раз это здание перестраивалось В частности, вот эту большую надстройку В 1970-е годы построили Вот там сбоку пристройку в 1930-е годы Совсем недавно Снова его заново перестраивали Там сбоку еще сделали кассы И разное подсобное помещение Недавно восстановили вот эти две башни В 1984 году построили новое здание театра А здесь Стал теперь театр кукол Или театр лялек Очень интересные спектакли здесь ставят Детские и даже взрослые В частности, вставили здесь макбета Скульптуры петрушки Вот в этом году статую поставили Теперешнее здание ресторана Называется Старый Лямус Вот это здание называлось Лямус Но это понятие очень широкое То есть это мог быть какое-то подобное помещение Сарай, склад, амбар Могли там быть и жилые комнаты И вот это здание 18 века Оно им сменило довольно много хозяев Какое-то время оно относилось к театру Здесь были квартиры актеров Подсобная цеха, пошивочная, столярная Потом долго стояла заброшенная Наконец решили сделать ресторан Лет 15 его ремонтировали Один раз оно даже сгорело Бомжи подпалили Но все-таки его восстановили И сделали ресторан Очень интересный внутри Подвальный этаж, там гардероб На стенах много картинок Изображающих это здание В разные его периоды истории Большой зал внизу А сверху еще небольшой зайчик Как бы на балконе Куда идет лестница с перилами Потолка наверху как такового нет А просто вот так вот стоят стропила И на них крыша В углу огромная паутина с железным пауком На перилах седло со стременами Вот это здание Ну вот эти оба здания Это были административные корпуса Здесь заседали чиновники Здесь частично помещалась стража Вот эти самые босняки Уже с 19 века в этом здании До сих пор помещается архив А вот в этом здании За польским часом был постерунок То есть полицейский участок В советское же время Дом пионеров Который перевели вот из дома Ажешка А сейчас музыкальная школа Вот это здание полукругля Очень интересное Оно называлось кривая официна Ну то есть контора Оно действительно полукруглое Предполагалось, что и с той стороны Будет такое же полукруглое здание То есть такой вот комплекс Цельный Но то здание так и не построили Там был большой откос Овраг И трудно было строить И так ничего и не сделали Отличная кладка Вот немножко поободренно Собираются его реставрировать Один из дворцов вице-администратора Построенный в конце XVIII века при Тезенгаузе И два флигеля Ну флигеля, конечно, выглядели раньше по-другому В них были всякие подсобные службы Дворец этот потом принадлежал богатым магнатам Деконским Валицким Последний из Деконских продал его православной церкви И там был дом епископа, его покои, домовая церковь, консистория, канцелярия То есть это было управление православной церковью В советское время здесь тоже было железнодорожный техникум Потом корпус мединститута Сейчас вон там областной комитет профсоюза медработников Красный крест Редакция газет Вот здесь в подвале чебуречная довольно вкусная Пользуется популярностью Там дальше продуктовый магазин Дальше еще пиццерия в подвале И там тоже обычно стараются собрать какие-то старые прялки, утюги, лампы, подсвечники И всякие прочие старинные предметы И всем этим вот украшают интерьеры Вот здание универмага Вот это старое здание 50-х годов Это новое, 80-х На этом месте когда-то стоял огромный отель Европа Но во время Отечественной войны был поврежден Думали восстановить, но потом все-таки снесли Уличные музыканты играют? Да, у нас здесь целая куча всяких музыкантов Кто на скрипке, кто на саксофоне, кто на гитаре Слева Вот это трехэтажное здание Так называемая гостиница Ромера 1858 года постройки Ромер был владелец Он был сослан после восстания 1963 года в Сибирь Ну а потом много переходил из рук в руки Здесь была пельменная В которой пельмени очень вкусные делали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин